В Мексике В 1889 году родился мальчик Паскуаль Пинон, и у него на самой макушке находилась вторая голова, и была она намного меньше основной. Паскуаль вырос, стал взрослым мужчиной и прожил практически до самой старости. Но особой его гордостью была его вторая голова на макушке. Она могла моргать, шевелить глазами и губами, но не могла говорить. Джон Экхарт, которого называли полпарня, неудавшийся близнец своего нормального брата. У Джона полностью отсутствовала нижняя часть тела. Несмотря на это, он всегда был в хорошем настроении, и люди его любили. Он был церковым акробатом. А вот его обычный полноценный брат закончил жизнь значительно раньше, спившимся алкоголиком. Помните фильм о девушке-свинье Пенелопе? Его авторы, наверное, вдохновились потрясающей историей вот этой английской леди Мириады Портленд. По непонятной причине у нормальных родителей вдруг родилась дочь со свиным рылом. Родители, викторианские католики, воспитали дочь набожной, хозяйственной и скромной. Поэтому неудивительно, что им даже удалось выдать ее замуж. Правда, прожила женщина-свинья очень недолго, до 25 лет. Существует легенда, почему так произошло. Когда-то в Исландии жили викинги-варвары. Они держали кабанов-людоедов и кормили их людьми. Однажды один из таких кабанов сильно напугал будущую маму. Вот и родился такой необычный уродец. Хотя в действительности, ребенок с кабанем-пяточком – результат генетического нарушения. Самым волосатым человеком в мире был Федор Петров, больше известный как Человек-волк. Когда Федор был совсем маленьким, они с отцом заблудились в лесу, где Федню забрала к себе волчья стая. Мальчик, выросший среди волков, стал поразительно похож на своих приемных родителей, оброс шерстью и научился выть. Его нашли, когда ему исполнилось 14 лет. Федор Петров оказался интеллектуалом, он быстро изучил всевозможные науки и говорил на четырех языках. Но импресарио, пожелавший заработать на парне деньги, заставлял Федора выть изображать волка на специально устраиваемых представлениях. Федор Петров умер в возрасте 33 лет, в 1903 году. Братья-лилипуты Джон и Грэг Райс – самые маленькие люди мира, ростом 86 см. Они удачно женились и владеют фирмой, которая занимается недвижимостью и телепродюсированием. Они, похоже, самые богатые близнецы в мире. Ни для кого не секрет, что раньше монархи любили измываться над людьми, уродуя их внешность. Одним из таких людей стал Густав фон Шварц, называемый Человеком-птицей. Он был похищен из благополучной семьи в детском возрасте. Ему вырезали веки, удлинили нос, пальцы на руках, удалили нижнюю челюсть и сделали операцию на голосовых связках, чтобы придать сходство с птицей. После чего продали за большие деньги. Человек-рак – так называют людей, у которых длинные и сросшиеся между собой пальцы руки-ног. Одним из таких людей был Фома Игнатьев. Он работал смотрителем в Петровской кунсткамере, где прожил 34 года. Он заработал немалый капитал. Его зарплата была 100 рублей в месяц, а содержал его сам Петр Первый. Еще один ужас – Грейс Макданелл, женщина-мул. У нее не было кожи и все тело было как сплошное мясо. Тем не менее, этот недостаток не помешал ей трижды выйти замуж и родить вполне нормального сына. А это человек с четырьмя глазами, знаменитый карточный шулер, жил в конце 19 века. Был известным преступником, прятал свою пару глаз под шляпами. Ночью он находил себе жертву, женщину, и знакомился с ней. А заведя ее за темный угол, поднимал шляпу. Ловя момент, пока женщина была в шоке, он ее грабил. Долгое время его не могли поймать. Но однажды его нашли на улицах Лондона, застреленным в голову. Человек-циклоп, чернокожий Джефф, до сих пор живет в штате Миссисипи. Джефф – владелец ресторана, его бизнес процветает. Многие приезжают издалека, чтобы посмотреть на человека с единственным глазом на переносице. Джеффу предлагали сниматься в кино и выступать на телевидении, но он не хочет себе рекламировать. Трехглазый человек Билл Дакс – цирковой акробат, жонглер и фокусник. Он имел много поклонниц. Однажды дама решила познакомиться с ним лично и пришла к нему в гримерку. Но увидев его вблизи, тут же упала в обморок. Он родился в 1756 году, третий глаз полностью атрофирован. Виртуозно играл в карты, также выступал с карточными фокусами в Германии. Все средства тратил на поиски своих родителей, так как был найден в одном из церковных приютов. Но ему так и не удалось узнать, кто его мать. Он умер в 1802 году. Слева на фотографии – Эдвард Мордрейк, человек с двумя лицами. Он был отличным скрипачом, и когда начинал играть, лицо на затылке гримасничало и открывало глаза. Мордрейк ненавидел и боялся своего второго лица. Говорил, что оно нашептывает ему ужасные советы и просил докторов избавить его от второго лица. Но никто не решался на такую сложную операцию. Тогда, в 23 года, Эдвард попытался застрелить заднее лицо, но, конечно же, убил и себя самого. Китаец Чанг Юсинг когда-то считался самым высоким человеком в мире. В середине 20 века он с большим успехом выступал в цирке в Лондоне и приезжал с гастролями в Россию. Одетый в сверкающие одежды, Чанг стоял на арене во весь свой рост. Рядом на троне для контраста сидела его жена. Обычная женщина. Китайский гулливер весил 180 килограммов при росте 2 метра 44 сантиметра. Также на фотографии изображена самая маленькая взрослая женщина за всю историю человечества. Полин Мастерс. Согласно книге рекордов Гиннеса, рост Полин составлял 59 сантиметров. Родилась она в Голландии в 1876 году и на тот момент ее рост равнялся 30 с половиной сантиметров. К 9 годам девочка весила полтора килограмма. Будучи взрослой, ее вес составлял чуть больше четырех. И что самое интересное, уже в 19 лет Полин не знала отбоя от кавалеров. Поскольку публика была просто в восторге от пропорций Полин, то ей не оставалось ничего другого, кроме как идти работать в цирк, где она выступала акробаткой. Заработав менингиты пневмонию, крошечная принцесса Полин слегла с тяжелой болезнью. А 1 марта 1895 года ее не стало.